Всем привет! Сейчас мы будем выбирать победителя среди производителей молока для капучино. На данный момент у нас 6 паковок молока, 6 разных производителей. За основу мы взяли жидкость 2,5%, чтобы все было идентично. Поэтому сейчас будем делать тест, сейчас будем спивать, смотреть плюсы, минусы и пробовать, конечно же. Также существует миф о том, что чем больше жирность молока, тем они лучше взбиваются. Нет, не версия этому, это неправда. На самом деле, чем больше белков в молоке, тем они лучше взбиваются. То есть для нас играет роль состав белков. Сколько грамм на 100 мл молока у нас есть в составе белков? Это все можно увидеть на пачке у каждого производителя в составе. Какое же количество белков в каждом из производителей? Славяночка имеем 3 грамма на 100 мл, лактель 3 грамма на 100 мл. Семянский 2,8, на здоровье 2,8, буренка 2,8 и галочина тоже 2,8. Между собой будут соревноваться все, но посмотрим результат. Сейчас мы будем взбивать 6 видов молока, смотреть, какие характеристики будут при взбивании. Также делать слепую дегустацию молока и оценивать вкусовые качества. Каким образом у нас будет проходить сейчас слепая дегустация? Мы подписываем 6 стаканчиков производителя молока. Нам будет помогать наш Борис, он будет взбивать все эти 6 видов молока. И после чего он перетасует результат. И я буду просто на вкус тестировать, пробовать молоко и выбирать победителя. А-а-а! Есть! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok ну что делаем теперь слепую дегустацию я на самом деле действительно не знаю где какое молоко налита под низом у нас маркером подписаны стаканчики и сейчас будем отправлять на вкус победителя поехали есть немножко привык с кислинки что мне очень не нравится в капючино я бы это почувствовала второй образец неплох но хотелось бы лучше третий образец мне нравится он по вкусу достаточно сахара но пенка не достаточно глянцевая плотная вот наверное со всех этих видов пока что даже зрительно хуже всего выглядит пенка как будто водой немножко разбавлен то есть молоко не сильно хорошо чувствуется вкус больше всего мне нравятся по вкусу наверное два последних образца они достаточно молочные сливочный вкус присутствует пенка идентична надо наверное убирать с миксы все таки выбираю пятый образец я показала что он самый оптимальный на вкус здесь количество пенки и количество молока одинаково структура глянцевая пузырьков нету особо все разбито все красиво сбито по сладости оно оптимально на вкус мне кажется лучше всего будет считаться справится то есть для капучино я выбираю все таки этот образец поскольку выбрала предпоследний образец сейчас мы будем смотреть что это за производитель и кто все таки победитель и и здесь написано на здоровье так победитель у нас молоко на здоровье сейчас мы его здесь найдем вот она и поскольку у нас еще есть последний образец который мне тоже понравился больше всего то всем выбирала между ими двумя давайте посмотрим что это тоже за производитель чтобы ну как-то там будет по-честному наверное последний образец у нас написано лактель это можно сказать назвал свидетель и лактель и на здоровье давайте разберем теперь вкусовые качества каждого из них на самом деле по вкусу не очень похожи и тот этот производитель дает достаточную сладость в молоко достаточно хорошо взбита пенка наверное единственное отличие у них что в локтейле немножко больше сливочного аромата такого приятного приятного сливочного аромата хотя изначально мне больше понравится на здоровье поэтому наверное все таки эти два производителя я буду рекомендовать для капучино в кофей либо же можно сделать другим интересным образом можно использовать молоко лактейль с более сортами кофе которые более дают шоколадный аромат потому что сливочный вкус молока и шоколадный аромат кофейных зерен будут хорошо очень сочетаться а молоко на здоровье можно использовать больше стены сортами которые дают кислотность эспрессо я думаю что будет очень хорошо гармонировать да ребят кстати хотела сказать что на самом деле этот выбор это чисто субъективное мое мнение это основано на моем вкусе это действительно не реклама производителя молока это просто те производители которые мне действительно понравились по вкусу по вкусовым качествам и по тому как они сбиваются первое из победителей теперь моем капучино это молоко на здоровье ну действительно вкусное сочетание молока и эспрессо да мне кажется это идеальный капучино и второй победитель это молоко локтейль да более сливочный вкус но в принципе это капучино очень вкусно спасибо всем за внимание и ждите следующего обзора и следующих мастер классов Субтитры сделал DimaTorzok